Друзья, всем привет! Помните, как раньше мы регулярно говорили о том, что китайцы наступают на наш рынок? Ну а сейчас они, похоже, на него действительно наступили. Если в марте доля китайцев у нас в стране была менее 10%, то в июле среди всех проданных новых автомобилей каждый четвертый был китайцем. Понятно, что это связано с уходом других марок, с остановкой производства и с прекращением поставок, но так или иначе, сейчас многим действительно серьезно приходится задумываться о покупке китайца. Ну а раз так, то мы подготовили для вас актуальный сравнительный тест в модном сегменте купе-кроссоверов. Итак, у нас есть обновленный HVL F7X, которого еще ни разу не было на нашем канале, а против него выступает Джили Тугела. По форм-фактору, по размерам и по оснащению это самые что ни на есть прямые конкуренты, но по характеру, по философии и по инженерному подходу это два совершенно не похожих друг на друга автомобиля. И сейчас мы будем разбираться, что они из себя представляют. Напомню, что весной у нас на тесте был обновленный F7 без приставки X, то есть с обычной кроссоверной формой кузова. И в том, что касается изменений относительно дорестайлинга, у F7X все то же самое. Немного подправлен передок, сзади теперь закос под BMW X6M, под капотом увеличенный бачок омывайки, плюс доработан интерьер. Вот, собственно, и все. Техника прежняя и даже точечно никакие настройки китайцы не меняли. Мотор здесь 2 литра турбо на 190 сил, коробка передач 7-ступенчатый робот, полный привод с электромагнитной муфтой BorgWarner. Ну, в общем-то, вы и сами все это прекрасно знаете, поэтому я решил полазить по форумам, по группам, посвященным этой модели, чтобы рассказать вам о проблемах и о косяках F7. И, честно говоря, Хавейл прям не на шутку напугал меня количеством подобных тем. Информации очень много, но я все-таки попытался хоть как-то ее структурировать. Итак, вот что удалось найти. Не знаю, как сейчас, но на доресте часто выходил из строя сигнал. То ли сам гудок, то ли предохранители. Так что владельцы вынуждены были ездить к дилеру или колхозили какие-то неоригинальные решения. У некоторых даже ломался сервопривод лючка-бензобака. И это, между прочим, крайне неприятная история, потому что так вы просто не сможете заправиться. А аварийного способа открыть лючок у F7, насколько я понимаю, не предусмотрено. Кроме того, было много сообщений про разные мелкие глюки электроники. Также владельцы жалуются на всевозможные посторонние стуки. Например, была проблема с креплением электроусилителя к рулевой колонке, и там нужно было подтянуть один из болтов. Что касается силового агрегата, то бывает, например, неадекватная работа коробки передач. То ли из-за перегрева, то ли из-за какого-то очередного глюка, но машина после этого отказывается нормально разгоняться. Ну и уже было как минимум две отзывные кампании. Из-за тех самых возгораний зимой массово меняли топливные трубки на F7, а недавно на полуторалитровых версиях приговорили к замене регулятор напряжения, так как был риск просто остаться без зарядки от генератора. В общем, на мой взгляд, объективно говоря, машина еще все-таки сыровата, но, как видим, продажам это не помешало. Тугелла вам тоже хорошо знакома. Здесь вольвовская платформа, вольвовский двухлитровый турбомотор на 238 сил, восьмиступенчатый классический автомат и муфта Haldex. Что по проблемам? В основном это глюки электроники. Бывает, что не включается цифровая приборка, теряется связь с датчиками давления в шинах, а у экрана мультимедийки может внезапно перестать работать сенсор. Еще некоторые владельцы жалуются на стуки подвески, а кто-то недоволен отсутствием противотуманок и проверенного решения по чип-тюнингу. Вот, собственно, и все, что мне удалось найти. Но тут надо понимать, что выборка неисправностей по Тугеле далеко не такая объемная, потому что и машин гораздо меньше. Для сравнения, суммарные продажи F7 и F7X в прошлом году составили аж 22 тысячи машин, а Тугел было продано лишь чуть менее двух тысяч. По традиции для китайцев, ТО и на Тугеле, и на F7X нужно делать раз в 10 тысяч километров. Но в регламенте есть важные отличия. Например, на Хавеле прописана замена охлаждающей жидкости раз в пять лет или каждые 90 тысяч километров. А вот на Тугеле антифриз менять нужно каждые два года или раз в 40 тысяч, что, на мой взгляд, для современного автомобиля, ну, как-то слишком часто. Кроме того, на обоих китайцах прописана замена тормозной жидкости каждые два года, что для меня, честно говоря, тоже как-то странно. И более того, раньше на Тугеле была еще более строгая карта обслуживания, потому что там была прописана замена топливного фильтра каждый год. А сейчас он меняется раз в два года или раз в 30 тысяч, точно так же, как и на Хавеле. Ну, а чтобы найти лучшие цены на обслуживание вот этих китайцев или любого другого автомобиля, заходите на сайт автоспот.ру в раздел «Сервисы ИТО», выбирайте вашу марку, модель и модификацию, и после этого перед вами появится карта с ценами. Выбирайте понравившегося вам дилера, собственно, по цене и по расположению, записывайтесь к нему и обслуживайте свой автомобиль выгодно. Все ссылочки есть в описании, ну, а мы поехали дальше. По моим измерениям, дорожный просвет у Тугела составляет 19 сантиметров, причем с завода моторный отсек здесь прикрыт лишь гибким фетровым пыльником. У F7 с завода идет пластиковая защита, она поплотнее, чем у Тугелы, но под ней у меня получилось намерить лишь 17 сантиметров. Вообще, по практичности, эти кроссоверы подготовлены неплохо, у них есть все обогревы, включая полноценный обогрев лобового стекла, есть полный набор водительских ассистентов, включая адаптивный круиз и удержание в полосе, но, к примеру, нет омывателя фар и омывателя камеры заднего вида. И, как вы понимаете, здесь установить форсунку на камеру будет крайне проблематично, потому что ни у Тугелы, ни у F7 нет заднего дворника. А важное преимущество Хавейла – это приложение для смартфона с возможностью дистанционно запускать двигатель. По багажникам эти кроссоверы очень близки. Паспортным данным от китайцев лично я не очень доверяю, но вот так на глаз и здесь и здесь получается по 350-400 литров. У Тугелы багажник на несколько сантиметров длиннее, при этом у F7 он на несколько сантиметров шире. Ну и важные преимущества Джили – это наличие электропривода и чуть меньшая погрузочная высота. Как и обычный F7, вот этот купеобразный вариант – это один из самых просторных автомобилей в своем классе. Оцените запас места в коленях и вообще простор по всем направлениям. Плюс здесь абсолютно ровный пол без центрального тоннеля. Правда, спинка расположена чуть ближе к вертикали по сравнению с обычным F7, поэтому усесться в такой же расслабленной позе, как там, здесь не получится. И, кроме того, тут чуть меньше пространства над головой. По оснащению есть один зарядный USB-разъем, подогрев дивана, дефлектор вентиляции по центру и, как всегда, подлокотник с подстаканниками. То, что Тугела построено на вольвовской европейской платформе, сразу же заметно на втором ряду, потому что для китайца здесь непривычно мало места и довольно высокий центральный тоннель. Но сидеть, в принципе, удобно, причем угол спинки здесь, на мой взгляд, подобран даже удачнее по сравнению с Хавейлом, но такого же запаса простора по всем направлениям, как в F7X, здесь не будет. А вот по оснащению все примерно так же. Есть подогрев дивана, зарядные разъемы, дефлекторы вентиляции и, конечно же, подлокотник с подстаканниками. Лично для меня главное, что появилось в рамках рестайлинга вот этого семейства F7, это регулировка поясничной опоры и регулировка угла наклона подушки. Благодаря им теперь вот эту посадку за рулем можно назвать более или менее адекватной. Конечно, она еще далеко не европейская, не хватает диапазона регулировки рулевой колонки по вылету, но, в принципе, привыкнуть присидеться можно. Сам по себе интерьер, передняя панель, дверные карты выглядят неплохо, здесь много мягкого пластика. Кстати, вот эти красные вставочки, это особенность именно купеобразной версии с приставкой X, плюс здесь теперь вот эта новая большая мультимедийка с хорошим разрешением и с качественной картинкой, но, как я уже не раз говорил, все портит вот этот убогий неудобный руль. Обзорность хотелось бы получше, здесь толстые передние стойки, узенькое заднее стеклышко. Что еще? Ну, например, подогрев сидений включается только через тачскрин, громкость тоже регулируется через этот сенсорный экран или кнопками на руле. И, кроме того, здесь неудобно реализован выбор ездовых режимов. Например, если вы перешли в спорт, а потом вам нужно вернуться в нормал, то придется пролистать весь список по кругу. Ну и вот эта новая цифровая приборка выглядит, на мой взгляд, не совсем наглядно, потому что у нее нет классической темы с двумя колодцами. В общем, к этим китайским особенностям и шероховатостям здесь придется привыкать. Ну и еще я заметил один неприятный момент. Этот интерьер довольно разговорчив и постоянно похрустывает на неровностях. Геометрия посадки за рулем в Тугеле примерно такая же, как в F7. Тоже здесь хочется пододвинуть руль поближе к себе, но диапазона не хватает. И это, кстати, странно, учитывая, что здесь используется европейская платформа. Но вот так в комплексе, мне кажется, что здесь сидеть все-таки чуть поудобнее. Например, здесь регулировка поясничной опоры есть не только по вылету, но и по высоте. Плюс есть классная фишка, это продольная регулировка подголовников. По дизайну этот интерьер мне нравится больше, но как-то он лаконичнее выглядит. И в первую очередь потому, что здесь нормальный, адекватный руль. Но вот по уровню исполнения, по качеству пластика это плюс-минус то же самое, что и в Хавейле. Обзорность тоже не идеальная, но зато мультимедийка у Джили работает явно шустрее, чем в Хавейле. И приборка здесь нагляднее, потому что у нее есть нормальная классическая тема. Но опять же придется мириться с китайскими заморочками. Физической крутилки громкости здесь нет, а подогрев сидения и подогрев руля включаются только через тачскрин. Ну и еще я не раз говорил, что у Тугелы странно и не совсем удобно реализован джойстик управления трансмиссией. Вместо кнопки активации этого джойстика ты то и дело хочешь нажать кнопку паркинга. Начинаем замеры Хавейла F7X. Здесь заявлено ровно 9 секунд до сотни. Мы выбираем спортивный режим и по идее здесь динамика не должна отличаться от обычного F7. Поехали, первые попытки с одной педали. Старт. Вполне такой шустрый рывок с места. Вот после 70 уже потяжелее. 9.8. И еще раз с одной педали. Да, вы знаете, вполне неплохое ускорение. 9.62. А теперь с двух педалей попробуем раскрутить мотор перед стартом. Да, лаунч контроль включен. Ничего себе. Ого. Вот это переключение. Ударные. 8.67. Неплохо. Да, интересно. На обычном F7, насколько я помню, лонча нет. И финальная попытка с двух педалей. Левая нога на тормозе, газ в пол. Есть лонч. Да, прям ударные переключения. С первой на вторую чуть ли не с пробуксовкой. 8.64. Переходим к нашему традиционному замеру с 80 до 120. 78 по прибору. Обычный режим 7 передача. Газ в пол. Неплохая реакция на кикдаун. Коробка сразу переходит на третью. 6.1. И финальные замеры в седьмого на сегодня. Газ в пол. Да, вполне внятная реакция на кикдаун. 6.3. Между прочим, по цифрам динамика у этого Хавейла почти на уровне стокового 180-сильного Тигуана. Да и по ощущениям разгон в пол действительно получается достойный. Но проблема в том, что за исключением лонча, X-версия едет точно так же, как и обычный F7. То есть, ни шатка, ни валка и со множеством замечаний. Отклики на газ здесь довольно вялые. То есть, обычно ты нажимаешь и ждешь, пока Хавейл сообразит, что от него хотят. В принципе, если ехать прям совсем спокойно, то это особо не мешает. Но при каких-то более шустрых маневрах связи по акселератору не хватает. Причем силовой агрегат ведет себя неоднозначно, о чем, кстати, также пишут владельцы. Иногда при старте с места робот может сомкнуть сцепление слишком резко, а на скорости то нет хорошей реакции, то она вдруг появляется. Нет, конечно, ездить можно. Можно привыкнуть, но шероховатости хватает. В очередной раз скажу про долгое переключение из драйва на задний ход и обратно. Причем, когда ты проверяешь это специально, то вроде бы все не так уж и плохо. И в обычной жизни это не напрягает. Но потом попадаешь в какую-нибудь ситуацию, когда нужно быстро развернуться и не мешать движению. Например, припарковаться задом к бордюру, и вот там эта задержка уже бесит. Кстати, вроде как эту коробку можно прошить и сделать побыстрее. Так что, если у вас был такой опыт, пожалуйста, напишите в комментариях. А еще этот двухлитровый мотор очень прожорливый. В спокойном цикле получается 11-12 литров на сотню, но стоит хотя бы чуточку притопить, и расход моментально подлетает до 15 литров. Другая беда семейства F7 это слабенькие тормоза. И опять же, ты вроде бы привыкаешь от души давить на педаль, но пересаживаешься сюда из какой-нибудь, например, европейской машины и понимаешь, что тормозами китайцам нужно заниматься. Да и управляемость подправить тоже не помешает. Я уже несколько раз говорил и снова повторю, реакции здесь откровенно флегматичные. Руль пустоват, в общем, ничего интересного. Да, для спокойной езды это подходит, к тому же F7 надежно держит прямую, но в экстренной ситуации, да и просто в каком-то напряженном повороте, руль нужно вращать на очень большой угол. Вот вам для примера одна и та же дуга, пройденная примерно с одной и той же скоростью на F7 и на Тугеле. И посмотрите, насколько активнее приходится рулить на Хавейле. Что касается комфорта, то шумоизоляция здесь вполне неплохая. Но вот плавность хода это снова набор противоречий. F7 довольно мягко отрабатывает простые среднестатистические неровности. Какие-то заплаточки, трещинки, мелкие ямки, но при этом на ровность виду дороги он собирает слишком много короткой волны и постоянно слегка подрагивает. А на каких-нибудь продавленных люках, когда колесо у вас бухает вниз, в подвеске чувствуется неприятная тяжесть. В общем, лично мне такой баланс не очень нравится. В итоге, что обычный F7, что вот этот купеобразный, на мой взгляд, не производят впечатления взрослого, хорошо настроенного автомобиля. Да, на картинках вот это все выглядит дорого и богато, но в движении эти кроссоверы ничего особенного из себя не представляют. Наверняка кто-то сейчас напишет в комментариях, что этот лысый уже достал придираться к Хавейлу. Ведь F7 хорошо продаются, люди ездят и многим даже нравится. Но, друзья, во-первых, судя по форумам, не все довольны. А во-вторых, как я всегда говорю, здесь важен именно контраст. Возможно, если вы пересядете в F7 из какого-нибудь старого китайца, то это действительно будет заметный прогресс. Но достаточно прокатиться на каком-нибудь состоятельном конкуренте, например, на той же Tugel'е, и все сразу станет понятно. Здесь заявлено аж 6,9 до 100, серьезные цифры, но, как мы знаем из наших предыдущих тестов, Tugel'а на паспорт не едет. И, скорее всего, сейчас мы в этом в очередной раз убедимся. Итак, выбираем спортивный режим. И поехали с одной педали. Старт. Такой же достаточно плавный рывок с места, но затем повеселее, чем в Havale. 8,46. Следующая попытка с одной педали. Вполне бодро. 8,6. Ну и теперь с двух педалей. Хороший рывок с 2000 оборотов. Да, вот это уже прям весело. 7,5. Еще раз две педали. Здорово, здорово разгоняется Tugel'а. Но, мне кажется, до паспорта... Нет, 7,9. И давайте сейчас ради эксперимента с выключенным кондиционером и в комфортном режиме. Поехали. Итак. 7,45. Ну, чуть-чуть побыстрее. Теперь 80, 120. В комфортном режиме. Газ пол. С восьмой на третью. Внятная реакция. 5,2. И последний замер на сегодня. Газ пол. Напористое ускорение. 5 секунд ровно. Ну что ж, Tugel'а ожидаемо быстрее F7. А еще здесь мне не нужно копаться в нюансах, чтобы рассказать вам про настройку этого силового агрегата. Потому что он просто приятный и максимально адекватный. Ни к чему не нужно привыкать. Не нужно гадать, как среагирует машина. Как резко она тронется. И какой будет пауза перед обгоном. Автомат переключается как надо. Есть хорошая связь по педали. Есть сочный подхват. Причем сначала машина реагирует достаточно спокойно. Но потом раздувается турбина. Ты слышишь шипение воздуха на впуске. И по ощущениям ускорение как будто бы получается интенсивнее, чем ты ожидаешь. Да, в этом нет какой-то точной линейной связи, как на атмосферных моторах. Но это дает определенный вау-эффект от динамики. По расходу в обычном режиме получается около 11 литров. Но при активной езде мне кажется, что этот двигатель экономичнее. Тормоза у Тугелы получше, но я бы не сказал, что по сравнению с Хавеллом F7 это прям какой-то другой уровень. На самом деле с такой динамикой, с таким характером я бы не отказался от более мощных механизмов. Ведь на Тугеле хочется ехать не только из-за мотора. Здесь приятные, выверенные отклики на руль. Они гораздо бодрее, если хотите легче, воздушнее, чем у F7. Да, конечно, по отзывчивости это не Тигуан, но порода все-таки присутствует. Еще и потому, что здесь взрослый европейский баланс поворачиваемости. То есть в пределе Тугела не выскальзывает наружу передком, а здорово держится на траектории. Руль, правда, явно искусственно перетяжелен, но в принципе к этому привыкаешь. Зато на нем нет ощущения пустоты, как в Хавеле. То есть ты отклоняешь и сразу же появляется реактивное действие. Причем хорошо, что можно отвязать настройку электроусилителя от ездового режима. Потому что в спорте баранка становится прям откровенно каменной. Что касается плавности хода, то Тугела катится благороднее и меньше подрагивает на мелочах. Хотя какие-то отдельные, более крупные неровности, и эта подвеска отрабатывает плотнее. Но все равно каких-то неприятных грубых тычков практически нет. Все скругляется, просто, скажем так, более упруго, чем в F7. В целом, Тугела здорово отрабатывает рельеф, и на круг такая настройка мне нравится больше. Наверное, единственное, в чем джили уступает Хавеллу, это шумоизоляция колесных арок. Здесь гула от шин побольше, причем мне показалось, что в этом плане Тугела очень чувствительна к качеству и к абразивности асфальта. Небольшой внедорожный участок для наших кроссоверов. Начинаем с Хавейла, выбран режим грязь, здесь должны быть диагональные вывешивания. Посмотрим, как настроена электроника полного привода. Есть первое вывешивание. Пока неплохо едет Хавейл. Единственное, что мне не нравится, это не очень внятное управление тягой. Педалью газа машина то резко стартует, то наоборот слишком плавно, нету вот этого однозначного, нету однозначной реакции. Да, неудобное управление тягой. Вот видите, постоянно срываются колеса в пробуксовку, хотя я плавно давлю на педаль газа. Так, сейчас будет вывешивание. Правое переднее колесо упадет в ямку. Ударно достаточно срабатывает электроника. Едет Хавейл, но нестабильно. Нестабильно. И только что я почувствовал запах, наверное, поджаренных сцеплений. Еще раз. Теперь чуть левее. Можно, кстати, ради интереса поменять режим. Например, выбрать режим песок. Да, давайте остановимся на режиме песок. Поехали. Вот неудобно, что машина откатывается. То есть, не как на коробке с гидротрансформатором. Ты постоянно должен балансировать. Газ пол. Ну, собственно, пока не может выбраться Хавейл. Вот опять это долгое переключение с драйва на реверс. Снова газ пол. Да, мне кажется, в режиме песок недостаточно эффективно. Давайте обратно вернемся в грязь. Есть грязь. Да, неудобно управлять тягой. Вот, сейчас, по-моему, поэффективнее электроника работает, но пока не может. Ох. Ударно все происходит. Да, нужно взять было чуть-чуть правее, потому что там был явный такой упор под передним колесом. Эх, есть, есть, выбрались. Ну, работает электроника полного привода, подкусывает буксующие колеса, но все это происходит, конечно, очень нервно и неудобно управлять тягой. Еще раз повторюсь, машина то откатится, то резко стартанет вперед. В общем, к этому всему надо приспосабливаться. Теперь тот же участок для тугелы, выбран внедорожный режим. Посмотрим, как здесь настроена электроника полного привода. Есть первое вывешивание. Сразу же захрустела система стабилизации и, ну, более плавно все работает. И самое главное, что здесь удобнее управлять тягой. У вас есть гидротрансформатор, все происходит плавно. С этим никаких проблем, в отличие от Хавейла, нету. Да, и машина не откатывается. Вот это особенно приятно. Ты спокойно, плавненько давишь на газ и движешься вперед. Сейчас тоже здесь спровоцируем еще одно вывешивание. Налево. Еще от Парктроники. Выключим их. Да, но здесь гораздо все, можно сказать, эффективнее. А самое главное, есть плавность. Ты можешь по сантиметрам двигаться вперед. Плавно регулирую это движение педалью газа. Но это мне однозначно больше нравится. И теперь тоже препятствие с вывешиванием. Сейчас правое переднее колесо провалится в ямку. Вывесились. Да, но я вот отпускаю газ, машина не откатывается. Спокойно стоит на склоне. Чуть-чуть больше газа. Все, смотрите, как мы плавно движемся. Ну, это, конечно, совершенно другой уровень настройки. Здорово. И теперь вторая попытка с левой стороны, как и на Хавеле. Попробуем для начала упереться вот в это же препятствие. Газ. Больше газу. Смотрите-ка. Проехали вообще без проблем. Давайте-ка еще разочек. Еще попробуем левее взять. Может быть, Тугелла и с этим справится. Здесь у нас такой прям ощутимый бордюрчик перед левым передним колесом. Да, все спокойненько, смотрите. И поехали. Хавейла здесь были трудности, а мы проехали спокойненько. В итоге, в сегодняшнем тесте Тугелла уверенно выходит победителем. Тянет ли это на 500-600 тысяч рублей переплаты относительно F7? Вы знаете, наверное, тянет. Потому что вы получаете машину, у которой есть гармоничный характер и на которой приятно ехать. Но проблема в том, что даже так мне сложно рекомендовать вам Тугеллу. Ведь в абсолютных цифрах она стоит почти 4 миллиона рублей. И, как вы понимаете, сейчас с учетом курса есть варианты подыскать себе что-то более интересное и более выгодное. К счастью, сами китайцы это понимают и потихонечку все-таки снижают цены. Со скрипом, конечно, но, например, с нашего майского теста Хавейл F7 официально подешевел на 180 тысяч рублей. И надеюсь, что в будущем этот вектор сохранится. Вот такие сегодня выводы, друзья. Большое вам спасибо за просмотры. Пишите ваши комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Как всегда, увидимся через неделю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»